Можно начинать, батюшка. Благодарю. Добрый вечер, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, с супругами, с детьми, кто присутствует на сегодняшней встрече. Мне и приятно, и в то же время волнительно сегодня проводить беседу и лекцию. Тем более, что Владыка и отец Родион положили начало, сделали почин такой на высоком очень уровне выступления. И понятно, что надо этот уровень поддерживать, но во всяком случае уж стараться не опускать. И вот тема сегодняшняя о святителе Иннокентии Вениаминове, о замечательном русском святом, о замечательном русском миссионере. И его фигура, его личность настолько мощная, колоритная, что просто взять и попробовать все словами, или весь портрет дать ему словесный, конечно, не очень легко, хотя информации о нем сохранилось много. Вот какая же информация о святителе Иннокентии? Ну, понятно, исторические свидетельства. Понятно, что свидетельства каких-то людей, с кем жизнь, судьба Бог сводил с этим удивительным святителем. И, конечно же, один из источников, из которого мы для себя обрисовываем этого великого человека, это письма его, которых сохранилось до нас, в общем-то, довольно много. И вот с этих вот разных источников, когда мы берем информацию, вот-вот получается такой вот портрет, перед которым мы, в общем-то, и порой изумляемся перед его чертами, перед его талантами, перед его умом, перед его верой, перед его трудами, перед его подвигами. И вот я хотел привести слова одному священнику о святости, которые, я думаю, можно отнести ко многим вообще всем нам. Мысль всем понятна, мысль всем известна. Позвольте себе напомнить. Мы знаем, что святость дается не за заслуги перед Богом и даже Церковью. Дела имеют значение только в той мере, в какой через служение Церкви и Отечеству является любовь ко Христу. Однако вера без дел, а значит и святость без дел, не существует. И вот какие же дела были у святителя Иннокентия, какими делами он стяжал вот эту святость. Давайте немножко мы, наверное, обернемся назад в историю и о жизни, о начале жизненного пути поговорим святителя Иннокентия. Ну и о продолжении, о его жизни вообще, о его трудах. Родился святитель Иннокентия в Иркутской губернии, село Анга. В семье Пономаря, в семье было четверо детей, которые рано осиротели. И, конечно же, будучи великий апостол Сибири и Америки, познал нужду, был, естественно, я думаю, как и большинство детей того времени, приучен к труду, к заботе о младших при необходимости. И вот в 9 лет, не так, как мы сейчас знаем возрастной ценз, 18 лет поступления в семинарию, а в 9 лет он уже был отдан в семинарию. И учился с прилежанием, старанием, и тогда уже отличался особыми способностями. Ну, в частности, его способность, которая сохранилась на всю жизнь, это механика. Способности к механике или что-нибудь мастерить, делать. И он не раз эту свою способность использовал, проявлял. В том числе в семинариях, когда он изготовил первые свои водяные часы из материала, можно представить, что материала подручного было немного, но вот он нашел что-то и смастерил. Фамилия с рождения у будущего святителя Иннокентия была Тотов. Но в то время было как-то в традиции изменять фамилии по каким-то причинам, по каким-то, может быть, событиям. И вот так как его фамилия Попов, то вполне логично мы себе представляем, что кроме него носило еще несколько семинаристов такую фамилию. И имена Иван также. Поэтому ректор, чтобы как-то их различать, этих студентов, изменил фамилию студента Ивана Попова на Попова-Ангенского. Это вот его первое изменение. А вскоре скончался святитель Вениамин Иркутский и ректором, отцом ректором. Фамилия еще раз была изменена. В память покойного владыки Вениамина он стал носить фамилию Вениамина, которую так и сохранил до конца своей жизни. И вот уже он женился. Женился по любви, как отмечают историки, исследователи его жизни. Женился по любви и уже в 1817 году, это 20 лет от роду, он был посвящен Сан-Дьякона и начал свой священнический путь, путь священнического служения в Иркутске в Благовещенской Церкви. Забегая вперед, можно сказать, что вот это наименование Церкви потом сыграло свою роль в определении названия города Благовещенска. Именно этот город был назван по церкви, в котором святитель Иннокентий начал свое служение. Но уже через 4 года в 1821 году он был посвящен Сан-Священника и недолго прослужил также в той же Благовещенской Церкви города Иркутска перед тем, как отправиться уже на свой основной подвиг на несение этого подвига перед тем, как зайти на этот путь, путь апостольского служения, путь миссионерства. Святейший Патриарх Московский Всеруси Алексей Второй, он вот перед тем, как были изданы дневники также великого миссионера, святителя Николая Касаткина, Японского. Вот перед изданием он сделал как бы такое вот предисловие, комментарий к изданию. И, конечно же, я хочу, конечно же, привести эту цитату, которую вы перед собой видите. Она относится к святителю Николаю, но, конечно же, она относится, и я считаю, что не в меньшей мере, даже, наверное, в большей мере, к святителю Иннокентию, и не только к ним. Эти слова относятся к любому человеку, который взял на себя вот этот подвиг, подвиг миссионерского служения. Апостольское служение не является уделом только самого раннего периода церковной истории, ведь каждый, кто вслед за апостолом Петром способен обратиться ко Господу со словами «Вот, мы оставили все и последовали за тобой», уже осознает, что и он причастен к великому служению, которое совершает церковь во все времена от сошествия Духа Святаго на учеников Христовых в день Святой Пятидесятницы до последнего дня в истории человечества. Можно представить себе расстояние мы и сейчас-то ведь, хотя средства передвижения у нас уже намного современнее, скоростнее, но тем не менее и сегодня эти расстояния впечатляют, когда мы говорим о тысячах и тысячах километров. А каково было тогда, когда не было еще у нас в развитии человечества ни автомобилей, ни скоростных океанских лайнеров, ну и, конечно, воздушных лайнеров. Вот путь святителя Иннокентия, он начался с такого момента, когда было предложено кому-либо отправиться на просвещение жителей далеких Холливудских островов. Вот он сначала записался в список тех, кто отказался. Ну, я вполне понимаю молодого священника семьей, матушка, жена, дети. И вот как можно было отправляться на край света и в то время край света, и сейчас в наше время это край света. Как можно было взять все, бросить вот место, где уже будущий святитель стяжал любовь прихожан, уже было налажено в том числе и в бытовом плане жизнь, жизнь священническая, жизнь семейная, отказался. Но потом он услышал рассказ одного из выходцев с тех мест или которые там побывал человек, некий Крюков. Вот он рассказал о качествах, о душевных качествах жителей Алиутских островов. И вот когда он услышал этот рассказ, когда он услышал, что жители Алиутских островов очень сердцем своим добры и расположены к слышанию и принятию благовестия, Евангелия, Слово о Христе, он изменил свое ранее принятое решение и попросился на это поприще. Причем попросился он, это тоже ведь надо, конечно, учитывать, попросился без ведома семьи. Он ведь не советовался, не предупреждал даже, а уже поставил всех перед этим фактом. Ну, можем ли мы представить себе состояние матушки? Да, и не только. Это и мама его, сын был еще совсем маленький, годовал и не понимал, что происходит, но и брат еще был у святителя Иннокентия, на тот момент у отца Иннокентия, Стефан, он также, я думаю, был поражен таким вот принятым решением, но тем не менее, решение было принято и семейство отправилось, отправилось до Якутска. Вообще, говоря о путешествиях, путешествиях по тем местам и в то время, конечно же, мы говорим и говорили о расстояниях, говорим о средствах передвижения, можно сказать, что эти средства передвижения явились для святителя Иннокентия как бы на всю жизнь, может быть, за исключением московского периода, основными. А какие же средства передвижения? Это и верхом на лошади, и на оленях, и на собачьих упряжках, и пешком. Ну, понятно, что, когда речь идет об островах, то в этот список, список транспортных средств мы включаем еще и лодки. Ну, лодки разные по размеру, по качеству, по своим мореходным свойствам. тоже забегая вперед, можно сказать, что когда святитель или отец Иннокентий, тогда еще отец Иоанн, до принятия монашества. И вот когда ему нужно было с острова на остров добираться, он в этой вот лодочке каноэ лав вот так вот добирался, ноги, она настолько лодка была узкая, что ноги нужно было плотно держать сжатыми, иначе не получалось. Но это его не пугало, не страшило, все это он преодолевал. Конечно, вера, твердость духа, все это способствовало тому, что отец Иоанн с такой ревностью взялся и начал исполнять свое миссионерское служение. Местные жители, с которыми общался, жил, жил, как и они, в общем, говорят, что практически в землянке, материала строительного практически не было. Вот, местные жители очень полюбили отца Иоанна. Ну, за что? Я думаю, что невозможно было его не полюбить, потому что он стал для них родным, можно сказать, отцом. он начал их учить некоторым, скажем, ремеслам, он научил их печь хлеб, он вел, научил делать прививки от оспы, он сети рыболовные даже помогал плести, то есть он многое что делал, потому что он все умел практически, он был и плотник, и часовщик, и механик, он и пекарь был, и все, что имел дома для домашнего быта, для семейного быта, он практически все делал своими руками. Вот местные жители его полюбили, и он конечно же принимал очень-очень большие, прилагал очень большие усилия к тому, чтобы их просвещать, но это же не просто общаться, нужно было заниматься многим, во-первых, изучение языка, перевод священного писания каких-то книг богослужебных, поучительных книг, некоторые книги конечно же святитель, будущий святитель писал сам для того, чтобы просвещать местных жителей. И вот погода какая была, вот такой вот один такая ремарка пасмурная погода с туманами и ветрами стояла здесь большую часть года, ясных безоблачных дней насчитывалось не более 50 за весь год, нам на солнечной Кубани конечно трудно это представить, не более 50 за весь год, летом здесь было не особенно жарко, а зимой морозы были такие, что птицы замерзали на лету, не раз конечно, этому великому апостолу Сибири и Америке приходилось терпеть эти жестокие морозы, ргу и так далее, но вот что он писал, я настоящую участью в манере могу быть очень доволен, поэлику будучи здоров, могу быть весел, спокоен, безбеден и счастлив, вот свидетельство его такого усердия, свидетельство его ревности, свидетельство его любви, любви конечно же к Богу и любви к своей пастве, к своим детям. Много приходилось отцу Иоанну терпеть в этих путешествиях, которые предпринимал, а путешествия длились очень долго, не только месяцами, но и годами. Поэтому вот что мы можем из этих путешествий, какие еще особенности подчеркнуть, что мы можем узнать. но кагор, допустим, для совершения эпхаристии, отец Иоанн заворачивал постоянно войлок, чтобы бутылка в холодное время года, чтобы вино в бутылке не замерзало. Но это не только касалось вина, это касалось и воды, которая бралась в путь, в дорогу, но и, конечно же, путешествия путешествиями в любое время, когда отец Иоанн мог это заниматься, он переводил, переводил книжки, составил, конечно же, азбуку, и труды, какие были им предприняты, какие книжки. Ну вот он написал уже сразу на алиутском языке книжку «Указание пути в Царствие Небесное». Он ее написал для новообращенных алиутов с целью ознакомления их с основами христианской истины спасения. Она была очень популярна и даже была переведена с оригинального языка алиутского на славянский и русский. Выдержало 47 изданий. Это вот такие труды, которые уже были начаты на этих холлиутских островах. Все отмечают, кто хоть как-то знаком с личностью, был тогда знаком с личностью великого святителя, либо мы из истории, когда знакомимся, изучаем, все поражены его трудами, его его неутомимости, с которой он эти труды нес. И труды я хочу, может, немножко сбегая вперед, привести вам свидетельство писателя Ивана Александровича Гончарова. Свидетельство о том, как давались эти переводы, как это все создавалось. Конечно, это довольно кратко дается описание, но вот откуда, кстати, Гончаров знает об этих сложностях. он написал книгу «Фрегат Палата», где описывает свое кругосветное путешествие на этом фрегате. И одна из частей его путешествия пролегала через всю Азию от Охотска через Якутск, Иркутск в Санкт-Петербург. И вот в Якутске он познакомился, писатель, познакомился со святителем Иннокентием. И это знакомство, оно помещено в книгу, но есть такой один момент. В прижизненном издании, я имею ввиду при жизни святителя Иннокентия, не было подробно описано то, что произошло в Якутске при знакомстве писателя и святителя, не было подробно описано их общение, а вот уже когда святитель почил в возе Гончаров поместил свои воспоминания, дневниковые записи поместил и уже более такое полное воспоминание. Вот что касается перевода книг, текстов, молитв на вот скажем якутский язык. Например, у якутов нет слова плод, потому что не существует понятия. Под здешним небом не родится ни одного плода, даже дикого яблока. Нечего было и назвать этим именем. Есть рябина, брусника, дикая смородина или под здешнему кислица, морожка, но то ягоды. Самы якуты, затрудняясь названием многих занесенных русскими предметов, называют их русскими именами, которые и вошли навсегда в состав якутского языка. Так хлеб они и называют хлеб, потому что русские научили их есть хлеб и много других подобных тому. Так поступал Преосвященный Иннокентий при приложении Евангелия на олеутский язык. Так поступают перелагатели Священного Писания и на якутский язык. Впрочем, также было поступлено и славянским приложением Евангелия с греческого языка. И интересно, да, в молитве Отче наш там как хлеб наш насущный дашь нам есть, если хлеба как бы нет, не было понятия хлеба, ну, значит, рыбу насущную дай нам то, что понятно, то, что близко, и без чего этот человек, эта народность не может просто жить и существовать. Это такой эпизод, повторяюсь, кратко описывающий трудности, проблемы перевода. мы пойдем немножко дальше по пути святителя Иннокентия. Вот сейчас вот перед вами заставка с его, скажем, портретом, портретом святителя Иннокентия, уже когда он был митрополитом московским, и его цитата. Эти слова он написал в письме императору. Быть полезным Отечеству есть одно из чистейших удовольствий сердца, доступных на земле и должно быть целью существования нашего. конечно же, вот эти слова говорят о том, что одной из сторон деятельности святителя Иннокентия была государственная деятельность. Насколько широка это была деятельность, но это можно судить по некоторым опять же его письмам по его вообще отношению к государственному делу. Можно подчеркнуть такой момент, что сотрудники, делатели российско-американской компании, которая в основном там действовала, которая присутствовала там, как основной государственный промышленный экономический орган или структура, и вот деятели этой компании были недовольны свидетелем Иннокентия. Почему? Потому что он ратовал за рачительное использование тех богатств, которыми пользовалась российско-американская компания. Понятно, что это не нравилось тогда, это не нравится и сейчас многим, и поэтому просили даже в Петербург, о том, чтобы не ставили там епископа, благочинного хватит и так далее. Но святитель Иннокентий, конечно, на это особо внимания не обращал, а продолжал свою, я считаю, полезную для государства, конечно же, для церкви деятельность. вот момент еще его жизненного пути или моментов их много очень, моменты какие, но без того, чтобы иметь глубокую веру, любовь к своему делу, любовь к отечеству, любовь к церкви, любовь к Богу, невозможно было нести труды и подвиги, которые нес святитель Иннокентий. Мы знаем, что у него было 10 детей, а 10 детей, правда, трое, умирали в раннем возрасте. И вот родился четвертый Иннокентий и любящий отец, естественно, радовался этому, но умирать начал и этот ребенок начинал умирать, а каково это было отцу для отца, потерявшему уже троих, естественно, никак не желавшему, ну, никак, да, не хотевшему, конечно же, потерять и четвертого своего ребенка, и он молился, молился о том, чтобы Господь сохранил, сохранил его ребенка, и вот что пишет в письме святитель Иннокентия. Письмо он он спрашивает у своего одного из друзей, можно сказать, Корнилов, Гаврил Матвеевич, московский купец первой гильдии, и вот он оставлял, можно сказать, на попечение этого купца своего сына, спрашивает, где несчастный сын мой? Сделайте милость, постарайтесь, чтобы он уехал на Кавказ в действительную военную службу, и если нужно, то потребите на то денег, на мой счет, сколько будет нужно, только в руки ему не давать. Дальше он говорит, что при всех огорчениях, какие он нанес мне своим поведением, я не перестал любить его только в настоящее время и впредь, до времени видеть его при себе не желаю. Пусть он идет на Кавказ с преданностью воли Божией. Но в чем же здесь дело? А дело в том, что дальше в этом же письме святитель пишет, вот вам доказательство того, что всегда надо иметь преданность Богу и не выпрашивать у него усиленно. Этот несчастный сын мой у меня родился четвертый. До него все дети умирали рано. И он уже готов был умереть и даже умирал. Но я, можно сказать, насильно вырвала его из рук смерти или все равно из рук Божьей. И он, милосердый, отдал его мне, но с тем вместе наказал меня им. Скобка. С покорностью приемлю сие наказание. А если бы он умер тогда, теперь бы был в небесной школе с прочими младенцами. И я бы давно его уже забыл. А теперь Бог знает, что из него будет. Но будет воля Божия. Здесь удивительное указание на преданность воли Божией святителя Иннокентия. Это, конечно, просматривается во всей его жизни, во многих его высказываниях и, конечно же, во всех трудностях и в решении каких-то вопросов, жизненных вопросов, святительских, миссионерских и так далее. Это удивительное такое качество, хотя без этого качества и, наверное, не было бы вот этой великой фигуры. Святитель Иннокентий в других местах также призывает к тому, чтобы человек следовал воле Божией. Вот святитель Иннокентий повторяюсь, с преданностью воли Божией шел по всему своему жизненному пути. Когда он был в Санкт-Петербурге, в Москве он был, получил известие о том, что его супруга умерла. И ему было предложено принять монашеский сан, на тот момент еще отец принять монашеский сан. И вот он опять же, хотя и боялся этого сана, боялся этого ответственного великого служения апостольского, но тем не менее предал себя в руки Божией, предал себя воле Божией и принял монашеский сан, нарекли имя ему Иннокентий и был назначен епископом. Епископом Камчатским, Алиутским и Курильским. Все с волей Божией согласовывалось и во всем просматривается следование этой воли и даже можно сказать поиск воли Божией. Свидетель Иннокентий проявил себя, как я уже и говорил, на многих поприщах, на многих стезях, или на многих направлениях своего служения. Вот одна из, или один из его трудов, наверное, самый большой по объему, это записки об островах Налашкинского отдела. Я как-то покупал эту книгу, потом я ей подарил ее в библиотеку нашей Екатериндарской семинарии. Да, она довольно, так сказать, не брошюрка, она довольно большая книга, большой труд, но что за этим стоит, это труд колоссальный. Святитель Иннокентий, и когда еще был священником, он постоянно следил за, наблюдал природу, постоянно делал записи, отметки, он был и метеоролог, и, можно сказать, что зоолог, биолог, и он, кстати, когда в свободное время гулял со своими детьми на природе, он свои познания им передавал, рассказывал, показывал, объяснял. Вот, я вспоминаю также свое детство, когда нас, тоже большая семья, и отец собирал по возможности, либо пешком выходили, либо на автобусе, либо, может, машину даже когда-то, где-то искал, своей не было, и вывозил на природу. Вот эти, конечно, запомнились надолго, прогулки по лесу, если это пешком, рядышком ходили по скверу, купание в речке, и вот Акециан также своих детей приучал к любви к природу и к познанию природы. И вот его труды были оценены многими учеными. Вот что, кстати, написал писатель Гончаров, как писатель, конечно, он оценил прежде всего, он все оценил, но оценил переводы, труды переводческие и оценил, вот высказал свое мнение о труде, вот эти записки об островах. Вот он так свою свою оценку вынес. Прочти эти материалы, не пожелаешь никакой другой истории молодого и малоизвестного края. Нет недостатка ни в полноте, ни в отчетливости по всем частям знания, этнографии, географии, топографии, натуральной истории, но всего более обращено внимание на состояние церкви между обращенными. книга это еще замечательно тем, что написано прекрасным, легким и живым языком. Вот писатель говорит свое мнение, я думаю, что веское мнение о качестве трудов святителя Иннокентия. Ну, еще, конечно, много других книжек, как я говорил, святитель написал и я думаю, там я уже названия какие-то упоминал. можно будет еще перечислить о чем, какое содержание имеют эти книжки и, конечно же, поговорить о том, как святитель Иннокентия вот способствовал своими трудами миссионерскими распространению, увеличению числа паствы, обращению, крещению местных жителей как он родил об этом, какие меры и усилия он предпринимал, об увеличении приходов, церквей, когда, кстати, было предложено отцу Иоанну вот это стать, вот эта кафедра была предложена стать епископом на Дальнем Востоке, Камчатка, то святитель заметил, что там-то церкви ни одной нету, но император на это отметил построить. И вот святитель, конечно, занимался всю жизнь своим просвещением и всем тем, что сопутствует, что способствует этому просвещению. Особое внимание он, конечно, уделял научению детей и озвучивал, обозначал те проблемы, которые мешают просвещению детей, научению детей. И даже боль души вырисовывается, прям видна и слышна в его высказаниях, когда он на эту тему рассуждает и когда он предлагает варианты решения этих вопросов. я так понимаю, что время уже у нас подходит или подошло к концу времени, которое мне на сегодня отпущено. И если трудах святителя Иннокентия, и коснемся еще его других сторон его личности, продолжим те, которые я уже затронул, и нечто может быть еще для кого-то. Для кого-то это может просто будет повторение. Я думаю, что многие из сегодняшних скажем так слушателей знакомы и с жизнью, и с трудами святителя Иннокентия и знают. Алексей, конечно, хотелось бы, чтобы рассказали немножко о самих Алиутах, потому что мы говорим, что он просвещал Алиутов. Что за народ? Где-то в книге есть рисунок Алиут, Алиутка. Но сейчас вы рассказали и поражает действительно то, что семейный священник, будучи действительно в полном комфорте живя. Да, вот, вы нашли это. И он решился на такое путешествие все бросить, весь комфорт и матушка подвижница. Добираясь до Уналашки, до местного служения, 14 месяцев. Вы можете себе представить, какие незгоды, дорог нету, ребята сольются. на самом деле. Да, Владимир, один слайд есть про Алиутов, какие у них были хорошие качества, какие были отрицательные качества, о путешествиях я хотел тоже в следующий раз, о продолжительности путешествий, по времени, о особенности этих путешествий, по расстоянию, которые преодолевались. Вы представляете, хочется сказать, Алиутом отсутствует гордость, зависть, тщеславие, хитрость, коварство. Коварство, да. Вот мне кажется, но у них присутствовали другие, о чем я хотел вот и как благословить и вот послезавтра рассказать. Хорошо, хорошо. Ну, поблагодарим отца Алексея, спасибо Господи за рассказ. Спасибо Господи, бачк. Ждем еды. Спасибо Господи. Спасибо Господи. Спасибо Господи, отец Алексея. Благословение. Спасибо Господи. Благословите Василию. Доброй ночи. Давайте вечерним молитвом почитаем. Доброй ночи. Всего доброго. Трансляция записи заканчивается. 5-10 минут. Владик, если кто хочет еще пообщаться, не отключать трансляцию. Сама заместь заканчивается. Днем рождения. трансляция. Продолжение следует...